Всем привет дорогие друзья, с вами Ломбарди и мы продолжаем играть в фарминг симулятор на карте мультимэп. И ребят, собственно как вы помните, да, у нас в прошлой серии, у нас вот была проблема с Уралом. На курс плее работал плохо, заправлял топливо в себя чуть-чуть, выгружал как бы все нормально и продолжал себе, да, там по, ну по сколько, по 3-4 куба он перевозил, там плюс-минус. На автодрайве дружок делал у нас рейс и становился, то есть определенное количество рейсов делать не хотел, бесконечное количество рейсов тоже он делать не хотел. Взяли мы КамАЗ, та же самая проблема. Та же самая проблема и всю эту проблему мы могли, смогли решить с помощью КРАЗа и нормальной бочки, да. Но КРАЗ медленный и я не хочу, чтобы КРАЗ катался вот тут вот и все это, короче, будет все очень долго, он там двигается километров 30-40 в час, плюс бочка, вес ему тяжело. Поэтому, ребят, мы сегодня будем продолжать экспериментировать с топливом, а именно, а именно, есть такой вариант. Давайте начнем с бочки. Бочку мы возьмем, в принципе, такую же, как у КРАЗа. Вот такую. Только у КРАЗа она, если я не ошибаюсь, покрашена примерно, нет, не вот так. Или же вот так. Блин, там не такой, а КРАЗ яркий, тут красивая, там... Вот, там вот такая вот бочка, ребят. Мы это все дело покрасим, в принципе, как это было и на нашем Урале, да. То есть, все это дело вот такой красивый цвет. Ну и как бы жалко, да, нету надписи огнеопасно, поэтому предлагаю вот добавить вот такой логотип Global Company, либо же вот такой. Вот такой мне нравится чуть побольше. Как бы, ну пусть будет. Я не знаю, почему, почему-то я хочу на этой бочке видеть этот логотип. Хотя обычно, как бы, ну, я вот за вот такое. Возможно, я потом это поменяю, но на данный момент пусть будет вот так. Ну, просто для антуража. Ну, вот пусть будет. Поэтому, покупаем данную бочку. Слава богу, хоть нам денег хватает. И нам нужен тягач. По поводу тягачей. Думал долго, ребят. Думал много. Я понимаю, что наш Урал бензовоз сейчас уедет. И реально выбирал, как бы, брать какую-то американскую или же европейскую технику. Ну, не хочется. Вот почему-то вот под это дело не хочется. Был такой вариант, вариант МАЗ. Да, ну, тоже как-то. Я не знаю, почему-то он прикольный. Ну, как не сюда. Вот как, ну, не к этому он месту. Короче, тоже не клеится. Есть такой Урал, ребят. И все вроде бы в нем неплохо. Но он синий. Цвет мы поменять не можем. Можем поменять цвет какого-то дизайна. А цвет дизайна это, вот, платформа. То есть, ну, вообще не качит. То есть, а в таком виде он только синий. Синий тоже не хотелось. Не знаю, почему. Синий с красным. Ну, как-то, ну, вообще, да, как бы, к топливу. Ну, красное относится, а синяя, ну, и не туда, и не сюда. Ну, тоже не туда, и не сюда. Опять же, брать что-то из американцев не хотелось. Поэтому, ребят, поэтому... Поэтому поступим мы с вами немного другим способом. Возьмем Урал. А, был еще вариант вот такой, ребят. Урал Next. Ну, я не знаю, почему. Он какой-то квадратный такой. Мне не нравится. Я не знаю. Возможно, мы где-то его и задействуем. Но явно это будет не здесь. Ну, вот. Не знаю, не ловлю от него кого-то кайфа. Вообще, ни туда, ни сюда. Поэтому, ребят, возьмем мы Урал Тягач. В принципе, это такой же Урал, да, как у нас и был. Но, опять же, как-то все дело будет работать. Допфонари, да, поставлю. Жалко, нету, да, у того еще вот тут вот. Еще дополнительное освещение. Тут такого нет. По поводу цвета. Да, наверное, черный. Он хоть с красным как-то будет смотреться. Я думаю, так. Выбор колес, да, в принципе, это уже дело второе. Так. Ну, как-то вот так, ребят. Потому что, я не знаю, я... Рылся еще в модах. Искал что-то поинтереснее. На данный момент не нашел. Возможно, потом заменим. Но, опять же, это все дело будет потом. Кстати, я хочу посмотреть, как данная бочка вообще будет... Ээээ... Сочетаться... С уралом. Блин, а вы знаете, вот сейчас мне эти надписи Global Company не нравятся. Что-то там в магазине нравились, А тут уже не нравится Ох ты, ём О чём это косо? Ага То есть ты ещё у нас Так, ребят У нас новая проблема Данная бочка не подходит под Урал То есть он не может нормально развернуться Мы вроде бы могли подвинуть седло тебе Нет, не можем Всё, что можем, только открыть капот И настроить зеркала Блин, не, ну, блин, ребят Это вообще не номер Окей Что брать-то? Вот что брать под ту бочку? Крас тоже цепляется Как бы он не может сделать прям полный поворот Ну а тут вообще просто жесть Окей, скания Но я не хотел скания Христе сделать длиннее То ты тоже будешь цепляться То есть двухосный ему не подходит Ему нужна одноосная база Стоп, а как у нас тогда КамАЗ А, КамАЗ на другой бочке Да, ребят Я не думал, что это всё будет настолько сложно Честное слово Я сколько ещё техники понакуплю-перекуплю Чтобы решить данную проблему Мне вот просто интересно Блин, ну не хочу я американца ставить Тут будет та же история Реально будет то же самое Слушай, оси одинаковые Окей, где там был Next? Я уже согласен Да тоже, наверное Тоже, наверное, будет цепляться Блин, ребят Ну уже реально не смешно То есть как только мы находим проблему У нас появляется новая проблема Гонять всё это дело на Кразе Ну не собираюсь Он медленный Давайте ещё раз Ну вот, видите Он его аж переворачивает Поворот Вот, всё Вот, то есть Всё Это максимальный поворот Который может быть Ну это не смешно Блин Ладно Бочка остаётся в любом случае С Уралом сейчас будем что-то думать Ну блин, да У других расположение оси Вот двухосные реально Как бы, ну Не подходят под данный прицеп Ему нужна одна ось Для начала Я бы хотел это всё дело настроить И я так и уберу, ребят Как-то в магазине Оно смотрится красиво А на его не очень Так, с этим разобрались Окей Хорошо Отгоняем бочку И думаем Ой, а шо думать-то Данный Урал Продаём Продаём, ребят И Опять же Дальше продолжаем решать Нашу проблему Честно, я думал Сейчас уже решим Но, как оказалось К сожалению, нет Блин, только бабки Тратим на ветер Так Окей Может быть что-то И стандартного Хотя честно И стандартного Вообще ничего не хочется У нас вон и так Родранер плюс Да, это грубо говоря Стандартный Окей Данная модель Ты тоже будешь цеплять Да Короче, всё Двухосное Будет Будет цеплять Ну, тут тоже Мы шибко Ничего не поменяем Блин, ребят Вот В натуре Проблема Тупо Ни из чего Проблема То в бочке То в транспорте Ну, ладно Мы, как бы Можем Решить данную Проблему С помощью Вот такой вот Скани Это реально Это мой Последний вариант Потому что Всё остальное Оно идёт Уже двухосное А две оси Ну, ни туда Ни сюда Вот он цепляет Даже уже Урал Некст То же самое По делам У меня нет Конфигурации Чтобы Ну, чтобы Был именно Тягач Мерс Маст Честно Я просто Не хочу сюда Маст Хюндай Что мне скажет Хюндай Да тоже будешь Цеплять Да Тоже будешь Цеплять Вот данный Питербилд Ну, опять же Это американец Не хотел я на бочку Ставить американца А тут, кстати Нет Тут Вряд ли Ну, возможно Да и длинный Получится Тоже Ни аля Ни алю Есть Есть вот такое Решение проблемы Ребят Где-то тут Вроде бы Менялось На тягач Нет Не менялось Ладно Шутки Шутками Проблему Надо решить Питербилды Не катят Зилы Тоже Не катят Не, ну реально Остается только Скания Она Одноосная Может быть И у нас В принципе Решится данная Проблема Да Можем Сделать его Двухосным Но тогда Проблема Будет Продолжаться Бренд Колеса Что мы тут Еще можем Что-то Поменять Блин И стоит Он будет Нам Кучу денег Господи Ты боже мой Ну почему Ж так Не везет Ладно Пусть будет Вот так Тут Тупо Меняется Резина Все это Ребят Как бы Не оля Не улю Окей Что там Кабина Да Можем Чуть Поменять Кабину Давайте Поменяем Давайте Вот так Прям Коротыш Не Вот так Вот Наверное Все это Дело И оставим Ну Максимум Вот Потому что Со спойлером Это дело Вообще На короткой Базе Смотрится Ну Как-то Не особо Она длинная Еще Да Ну Куда Не шло Вот Так Ребят Только Вот так Можем Выкрутить Что у нас Тут Еще Доступно Я Чуть Не вижу Особых Изменений Какая Это Фигня За 8000 Я Даже Не знаю Что Строит Господи Ну Ладно Блин Хотя Честно Меня Это Тоже Не Особо Радует Этот Вариант Но Другого Варианта На данный Момент Нету Да И В принципе Да Уже Давайте Все 121 Тысяча Господи Ты Боже Мой Мне Этот Бензин Становится Золотым Я Из Нефтяного Магната Превращаюсь В Бомжа Потому Отправляйся Значит Загрузка Топлива И Сразу Да Давайте Все Это Дело Настроим И Мы Это Дело Настраиваем На Разгрузку Где Там Продажа Урожая Топливный Топливный Пункт Номер Один И Все Это Дело Давай Заправь Нам Дизельным Топливом Давай Пошел Нет Что-то В этом Есть Ты Куда Поехал Почему Сюда Давай По Человечески Поедь Вот Сюда Не Выглядит Внутри Да Прикольно У нас Тонировочка Все Так Прикольно Тут Вот Что-то Я второго Сидения Не вижу Тут Сразу Как Спалка Идет Ну Ладно Ладно Окей Топит Это Все Дело 83 Км Час Ну Разгон Я Тоже Не Могу Скать Что Прям Шик Но Лучше Чем Краз Давайте Так Уже Говорить Мы Сравниваем Тут Да Мы Уже Через Многое Прошли В Вопросах С Топливом И Кстати У тебя Есть Маячки Или Хотя Что-то Ну Маячок Есть Только На На Самой Цистерне Ну Ладно Это Дело Хотя Бы Все Двигается 83 Км Час И Это Уже Лучше Чем Краз 40 Едет А Или Сколько Там 50 О Господи Не Ребят Реально Я Подустал С этим Вопросом Я Подустал С этой Техникой Сколько Роемся Сколько Возимся И Все Реально Ни К Чему Не Можем Прийти Ладно Я Думаю Ты Приедешь И Все Там Сделаешь По Человечески А данных Ребят Я Пока Я Пока Отправлю Надеюсь Реально Реально Ребят Получилось Немного Обидненько За это Все И Я Не Знаю Сейчас Если А я Уверен Что Сейчас Проблема У нас Решится Да С Дизелем То Есть Я Уверен Практически На все 100 Что Вот Данная Конфигурация Будет Работать И Будет Работать Нормально Но Опять же Я Ну Мне Не Нравится Данный Тягач Не Нравится А бочка Нравится Да И В принципе Это Одна Из Самых Нормальных Бочек И Выбора У нас По бочкам Тоже Не Ахти Так Чтоб Дизель Заливался Понимаете Другая Бочка Например Такая Как На Патоке Она Не Берет Дизель Я бы Поставил Ее И Она Подошла Под Урал Или Под Что То Хоть Под Какую Русскую Технику Но Нет Кстати Что Тут Ты заполняешь Ты заполняется И так Все Отлично В этом Плане У нас Все Слава Богу Хорошо Заполнять Да Я не знаю Вот Напишите В комментариях Как вам Вот этот Вот Вид Вам Нравится Вообще Вот Данная Модель Тягача Скани Плюс Вот Эта Бочка Как Вот На Ваш Вкус Я не знаю Мне Не Очень Если Вам Понравится Без Проблем Я Его Оставлю Я Не Буду Хоть С Убил Денег Ну Много А Блин У меня Кредит Еще Сколько У меня Там Еще Кредит Два Лимона А Было Там Да Почти 500 Тыщ То есть Ну Можно Было Хотя Было Да Хоть Что То Покрыть Так Тут Ты Закончил Работу Окей Только Надо Тебя Снять С Курсплея Прервать Маршрут Постой Пока Тут С тобой Разберемся Потом Лексингтон Еще Почему То Застрял Интересно Узнать Почему Ага Я понял Почему Тут Ребят Чуть Чуть Надо Переделать Маршруты Я предлагаю Это Сделать Прямо Сейчас Прямо Сейчас Потому Что Потом Потом Может Все Пойти Уже Наперекосяк Так Я Чуть Сдвину Точки Я думаю Этого Будет Вполне Достаточно И Также Я бы Еще Подвинул Вот Эту Точку Ну Еще Возможно И Следующую И Должно Все У нас Отлично Работать Правильно Комбайн Нуждается В Разгрузке А Питербилд У нас Тут Застрял Вот Вам И Проблема Нарисовалась Ворот Он Все Рано Цепляет Ну Ладно Это Дело Поправимое Так Ну Сейчас Он Поедет Его Разгружать Так Что Тут Проблем Быть Уже Не Должно Что Там Как Тут А Я Смотрю Ты Тоже В Горочку Не Сильно Шевелишься Да Ты Родственник Краза Ну Дальше Хоть Разгоняется Уже Радует Ну Опять же Как-то Медленно Ну Ладно Я уже Согласен И на Это Сегодня Уже Можно И так Две Серии Убить Чтобы Решить Одну Проблему С Дизелем Я Реально Я Думал Я С Камазом Все Решу Ребят Я Реально Думал Что Камаз Замена Урала На Камаз Уже Решит Данную Проблему Но Как Оказалось Нет Обидно И Кстати У нас Стоит Неограниченное Количество Ходок Мне Интересно Он Вернется Сам Или Нет Ну Хоть Едет Быстро 83 Слава Богу Хоть Что То Кстати Мне Быть Еще Настроить Парковки Да Потому Что На Базе Тягачей Все Парковки Настроены Данный Тягач Опять же Он Будет У нас Относиться К Ферме Он Будет У нас Стоять Там Так Как У Нас Вся Топливная Наша Да Вся Топливная Промышленность То есть Крас Который Возит На Дизельный Склад На Ферме Там Заправщик Там И Этот тягач Тоже Будет Там Там У нас Заправка Там У нас Дизельный Склад Так Что Там Будет Располагаться Техника По Поводу Дизеля Все Будет Там Так Что Этот Тягач Не Уедет На Базу Ну На Трак Базу Он Останется На Ферме И Блин Надо Записать На Ферме Реально Маршруты Парковок Реально Вещь Удобная Вещь Классная Так Раз Нажал И Он Сразу На Парковку Поехал Восстановился Припарковался И Все Отлично А С Ну На Трак Базе Там Все Настроено Реально На Базе Тягачей Все Парковка Для Каждого Тягача Отдельно Там Все Все У нас Настроено Все Очень Хорошо Ну Тут Пока Еще До Этого Руки Не Добролеть Все Так Это Занимает Тоже Немало Времени Хотя В принципе Да Как Везет Вон Я Помню Я Игрался С Дафом Я Реально Там Ну Раз Десять Вот Маршрут Поправлял Пока Я Настроил Парковку Для Дафа Со Всей Остальной Техникой Было Намного Проще За Раз За Два Решалось Это Максимум И то Два Это Был Чисто Подгон Чтоб Например Ну Фура Заезжала Поглубже И Становилась Как бы Покрасивше А Даф Он Почему То Заезжал Потом Пытался Выехать Короче Там Такие Передряги С ним Были Пока Слава Богу Это Дело Не Решилось Куда Ты Едешь О Слевает Отлично Отлично Ребят Все Вроде Как Сейчас Если Он Двинется За Следующей Ходкой Вообще Все К нему Нет Никих Претензий И Работаю Уже Так И Бог С Ним Что Ты Мне Не Прям Идеально Нравишься Но Опять же У Меня Просьба Ребят Если Данный Тягач Данной Цистерной Напишите Об этом В комментариях Чтоб Я Знал Вообще Хоть Не Так Ли Это Убого Смотрится Есть Какой В этом Вид То Что Это Дело Работает Это Пол Годы Ну Все Он Поехал Так Что С Ним Проблема Решена А Значит С Дизелем У Нас Все Теперь Будет В Порядке Но Правда Теперь Есть Другая Проблема В том Что Дизеля Мы Вывозим Сразу И Много И У Нас В принципе Тут Еще На Одну Ход Да Ну Хоть Денег Заработаем И Вообще Надо Сюда Сюда Вывести У Нас Есть Подсолнух Там 500 Кубов Я Б Реально Сюда Его Вывез Вывез Чтобы Не Остановилось Производ Ладно Ребят Я думаю На этом Сегодня Будем Заканчивать Данный Урал И Камаз Я Уже Продам За кадром И Бог С ними Я Знать Просто Уже Не Хочу Потому Что Я Очень От Этого Устал Хотя Урал Реально Очень Жалко Мне Очень Нравится Данный Урал Ладно Ребят С вами Был Ломбарди Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал И До Новых Встреч